Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня у нас очередная распаковка рыбки. Сегодня будем доставать прямо с коробки, ну и соответственно эту же коробку и открывать. Давайте попробуем это все одной рукой сделать. Не уверена, что у меня это хорошо получится, но, как говорится, попытка не пытка. На удивление даже открылась. Так, а в этой коробке мы видим еще одну коробку. Так, уплотнитель. Я, наверное, перейду на другую сторону. Сейчас каким-то чудом попробуем это все дело заломить. И вот тут наше карасе. Вот, собственно, в таком формате оно все и приходит. Ну, по-моему, в предыдущих видео я тоже это показывала, но чем черт не шутит. Кстати, о чертах. Сегодня они будут присутствовать в видео. Ну что ж, давайте брать. Давайте, наверное, начнем с самых больших пакетов. И будем смотреть, ух ты, е-мое. Тут пару литров точно. Так, что у нас тут? А тут у нас тернеция. Всех цветов и окрасов. Вон, вижу, пару фиолетовеньких, прикольные. Классные рыбешки. Что-то мне кажется, что с тернецией у нас будет несколько пакетов сегодня. Потому что заказывали ее достаточно-таки много. Давайте видео поставим на паузу. Я их закину в аквариум и будем смотреть дальше. Итак, давайте, наверное, следующий пакетик тянуть. Тоже крупненький. Тоже тут пару литров воды. А, я не угадала. Тут у нас Данюшка. Тоже есть и фиолетовые, и красные. Ну, их как-то побольшее будет, чем тернеций. Красивые, симпатичные в этот раз приехали. Сильно не перепугались. Цвета достаточно такие насыщенные. Их хотя бы видно. Вот это вот на самом деле прикольненько. Давайте их закидывать в аквариум. А там будем смотреть дальше. Я специально вытаскиваю сначала самые большие пакеты. Ну, чтобы от большего к меньшему так интереснее смотреть. Ну, и судя по всему, тут у нас... Да. Тут у нас тоже тернеция. Второй пакет, как и говорилось. Здесь у нас уже идут полосатые иглошечки. Не знаю. Они мне что-то гораздо больше нравятся, чем обычная цветная тернеция. Ну, так же и стандарты. Как по мне, то оно гораздо симпатичнее. Так. Оба пакетика плавают. Давайте смотреть дальше. Что у нас? Вот этот вроде как большой. Давайте до него докопаемся. Ну, это что же? Задача не из легких. Вытащить что-то. Чтоб все остальное не попадало. Да, оно у нас тут, как назло, в другую сторону и клонится все. Ладно. Рискнем. Так. А тут у нас... Тут у нас живородочки. Малинезия. Черная, белая, именуемая снежинкой. Солнечная, черно-желтая. Ну, в общем, полный комплект. Прикольные рыбехи. При условии, что у нас их достаточно мало осталось. Да, у нас тут ведро стоит с водой и шваброй. Ну, ничего страшного. Хай, пакет. Вот там себе греется. Так. Рыбехи у нас все-таки летючие. Поэтому давайте вытаскивать следующий пакет и смотреть. Так. Что у нас тут? А тут у нас пиццелия. Да. Пиццелия. Редиска. Ну, вообще, оно записано как пиццелия микс. Но я тут редисок вижу. Давайте их тоже закидывать в аквариум. Тут уже почти никого не осталось, поэтому никаких проблем не будет. Так. Вот этот вот пакетик я уже вижу, он будет у нас на самый конец. Давайте следующий брать. Тут у нас барбусятина. Притом, даже вижу сразу вуалевых барбусов. Суматрамский мутант. Он же мшастый. И глошечки. Заказывала, конечно, два красогло, но приехал один. И на том, блин, спасибо. Хоть что-то. Да, и даже вон глошки вижу, есть свалевыми хвостами. Закидываем все дело к барбусятине. Да, барбусятина стайная рыбка, но иногда может показывать свой характер, поэтому не всегда они смирняком уживаются. Тут уж такое дело. так, что у нас тут? А тут у нас неоны. Красный, синий, бриллиантовый и черный. Вот такая вот кипка рыбок. Тоже перекидываем их в аквариум. И попробуем снимать дальше. я сначала остановила, а потом уже начала говорить. На самом деле неплохая такая распаковочка получается. Вроде как не особо много рыбок, но уже так приличненько получилось. Так, чего у нас тут дальше? А тут у нас переляканные гупиши. Несколько симпатичных мальчиков, все остальное такое себе. Как говорится, на безрыбье и рак рыба отправляем. Греться. Давайте дальше. Сейчас уже все идет гораздо лучше. Вот это уже более интересное. Это у нас меченосца. Тоже миксом приехали. Ничего сильно выдающегося не вижу. Хотя он симпатичный мальчик с черным хвостиком. Надо будет зажучить. Шучу, конечно. Мечей мне пока хватает. Так. Чего у нас тут? А тут у нас коридор из панда. Притом, насколько я вижу, пара штук с вуалевыми хвостами. Красавчики. Пока что малышня, но вырастает достаточно внушительных размеров. Вот так вот хай себе сидят. А мы идем дальше. Так. Тут очки у нас тоже неончики. На удивление разделили их на два пакета. Обычно они приезжают одним. И у нас тут идет благополучненько перелив. Собственно поэтому два крайних аквариума у меня не заполнены до верхов. На вот такие вот случаи. И остается все меньше и меньше пакетов. Этот пакет идет предпоследним на распаковку, а этот последним. Я уже догадываюсь, что там будет. Так. А тут у нас скалярия микс. нас маленько отвлекли. Хоть и заказывали микс скалярок, но приехали одни кои. В принципе достаточно даже неплохо. С учетом того, что у нас одни серые да черные. Как вы видите, нас всего пару штучек кои и все остальное. Тут есть и болгары, есть и что-то миксованное, но в целом они достаточно темные и блеклые. Кои хотя бы улучшат ситуацию. Ну что ж, и последние два пакета. Давайте начнем с вот этого, он будет более веселеньким. Тут у нас как вы видите петушня и кладофора. Давайте это все раскрывать и смотреть. Так будет значительно удобнее. Как минимум мне. Так. Ну тут кладофора. Кто не знает, это шарики мха, которые идут как природный очиститель. Да, утро у нас достаточно активненькое сегодня. Ну в общем вон кладофора. Вот такая вот эта бяка. ее можно в принципе сразу и перекинуть в аквариум, чего мы собственно и сделаем. Вот аквариум. Сейчас попробуем притопить ключик и все это дело вытряхнуть. Вот никак оно вытряхиваться. Оп, пошло. вот такая вот эта бяка. В принципе штука прикольная. Так, следующее. Прям как в новогодний мешочек лезу. Чего у нас тут? А тут у нас петух, синий петух. Обещали привезти зеленых, зеленых я не увидела, не доехали. Ну ладно. Кидаем в столечку. Ну кстати, вот так даже чутка получше и видно. Следующий петух. Вполне себе всем потный. Смотрим через стекло. Возможно вот этот вот и будет зеленоватым. Так. стандартный синенький. Тоже в аквариум. Ох, вот этот вот, конечно, красный красавец. Но мне не очень нравится его хвост. Ну посмотрим. он видит, слегка закручен. Это не очень хорошо. Будем смотреть, думать. Может и отойдете. Ну а на этом у нас петухи не заканчиваются. Еще как минимум трое. Это то, что я вижу через пакет. Следующий. Вот такой красавец. Наверное мы одного синего берем и поместим туда вот этого розового. А синего мы закинем отсюда. Тик. Еще два. Да, еще два. Ну такой вот тоже синюшный стандартный петух. Закинем его гурамком. Вот такой красавчик. Тоже хвост слегка крутит плодники. Ну посмотрим. И наш финальный мальчуган. Что у нас тут? А тут у нас красная корона. Вот это вот уже посимпатичнее. Давайте его вот сюда к тетрам, к таракатуму и к себе сидеть. кулечек пуст. Ну как пуст. С водичкой чуть-чуть. Я думаю не страшно. Ложим его в кипку и то чего я ждала года три. Да, его ни хрена не видно, но тут у нас сидит две улитки. Улитки эти обзываются шип дьявола. Это импортная улитка. Содержится в слегка соленой либо пресной воде. Давайте мы его пока что закинем к барабусятине греться. Мне просто так удобнее. А уже потом я его раскрою и посмотрим. Итак, поскольку памяти мало, будем делать только бдыщ. Но вот такую кучку тернец я не могла не заснять. они очень прикольно смотрятся. Ну и великий бдыщ. Ляпота, красота, главное никого больше не поймать. Вот такая ляпота к нам проехала сегодня. Следующий не очень большой бдыщ это барбусы. Да. Вот такая вот мелюзговая мелюзга приехала. И как-то так оно выглядит. Скалярок уже решила не снимать, а вот Даню грех не заснять. Вот такое вот бдыщ у нас получилось. осталось только достать сачок так, там никого не было. В принципе мы исправились с этой выдачей. Ну и сейчас будет стая каньонов. Вот так это выглядит. Не очень эффектно, но прикольно. И у нас еще кардинал попался в сачок. вытряхиваем и возвращаем на родину. Такие неоночки. Далее у нас малинезия. Оп. Как по мне весьма эффектно разошлись. Особенно снежинки. Далее у нас идут гупиши и меченосцы. еще и кладофору поймали. то такое, то не страшно. Вот такие вот красивяшки яркие. Далее пиццелия. Не очень большая быдачь, но как по мне это прикольненько. Да, еще и поймалась парочка. Так, чтобы жить малиной не казалось. коридоросы. Не знаю, насколько это будет эффектно. Оп. Ну, как минимум, вы видели, как они вышли с аквариума. Ну, и последние на сегодня ребята, ребята, которых я ждала больше пяти лет, искала, никак не могла найти в хорошем качестве, то в принципе не могла их найти. Это улитки. Улитки, которые живут слегка солноватой и в пресной воде. Именуемые как шип дьявола. Вот такие вот немалые ребятки. Да, на камеру практически нифига не видно. Они черненькие, симпатичненькие. Вот такие вот вот такой у них у стиль еще растет. Цвет от темно-коричневого до черного с примесью фиолетового. Ножка обычно слегка светлее с оранжевым либо желтым краплением. Пока что увидеть цвет ноги не представляется возможным. Но при этом это очень охрененные ребята. На этом наше видео подходит к концу. Спасибо всем, кто просмотрел его. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.